Это проект «Неделя Мариуполя» на общественном телевидении Донбасса. Меня зовут Юлия Диденко. Каждую пятницу мы говорим о главных проблемах города и ищем способы их решения вместе с вами. Тема нашей сегодняшней программы «Что 9 мая означает для мариупольцев после 2014 года?» До сих пор существует несколько версий событий, которые происходили тогда в Мариуполе. Как это было нашим журналистам, рассказали очевидцы. Два года назад 9 мая для жителей Мариуполя стал особым днем. День Победы стал днем трагедии, когда погибли и были ранены десятки сотрудников милиции и мирных горожан. Кроме сгоревшего здания милиции, о тех событиях напоминают и другие следы на улицах города. «Здесь БТР, вот здесь БТР, вот смотрите, вот здесь следы. Разворачиваю, вот здесь под пустом. Видите, следы? Вот, 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 вот это. Ну вот, это уже просто прошло почти два года». Попытки захватить управление милиции Мариуполя были предприняты еще 1 мая. «Якобы написал рапорт об отставке. Вот самое смешное было. Толпа хватает, это бумага, говорю, подождите, это же бумага, должны я направить министру внутренних дел. Ну, уловка была. И ксерокопию. И вот они выскакивают на ступеньки, машут этим рапортом, кричат «Ура, мы победили!» и вся толпа ушла 1 мая». Ушла, чтобы вернуться 9 мая. После поздравления ветеранов на площади Ленинского комсомола Валерий Андрущук проводил совещание с командирами прибывших в Мариуполь батальона в Нацгвардии. «Около 10 часов, начало 11-го, и слышим голоса, крики. Первый этаж наш, второй этаж наш. И стрельба, автоматная очередь». У здания уже бушевала толпа, которая пришла с митинга. По словам Андрущука, там были заводилы, которые направляли людей. Вооруженные сепаратисты зашли в здание. «Они же хитро зашли в здание, взломали руки, ну, своим уже. Работники милиции, которые стояли, внутри здания, с автомата вооруженные, они открыли дверь, потому что увидели, что кого-то повели задержанного. А потом, когда зашли они внутрь, там окошко в дежурную часть, гранату, главный из сепаратистов, ложитесь на пол, то сейчас взорву гранату». Милиционеры, которые были на третьем этаже, держали оборону. Они забаррикадировали лестницу и вступили в перестрелку. В это время из-за обстрела загорелось здание. В двор УВД подъехала пожарная машина, и милиционеры стали спускаться по пожарной лестнице. Андрущука в толпе узнали. Люди бросились к начальнику морюкольской милиции. «Я отступаю в машине, я отстрелюсь вниз, поверх голов, у меня там камни летели, я уклонялся от камней, в итоге тоже кирпичом кидал, чтобы не стрелять в людей. В итоге не хватило по видео, они же отчитаться необходимо, они все снимали на видео. И не хватило двух патронов, мне говорят». К УВД уже подъехало подкрепление батальона и бронетехника, но уйти Андрущук не успел. Сепаратисты его избили и погрузили в машину. Потом украинская сторона выкупила его у боевиков. Ветеран милиции Анатолий говорит, что был одним из тех, кто помогал уйти Андрущуку. «Пришлось как-то обоим нам спасаться от разъяренной толпы, которая явно этим догнала, а убила. И дальше уже там вдалеке стояла моя машина, нужно было добежать до этой машины и уйти. Но не получилось. Нас практически патроны кончились, отстреливались до последнего патрона. «А когда уже патроны кончились, тогда уже, как бы, мы уже в машине были практически. Один подбежал, ударил ножом вперва в ногу, потом таким профессиональным ударом ударили в район шеи». Он уверен, что бой в Мариуполе 9 мая стал одним из переломных моментов. Если бы сепаратистам удалось захватить здание УВД, то в Мариуполе произошло бы то же самое, что в Занецке и Славянске. «Это обычная операция, как и в Луганске, как и в Одессе. Это все заранее готовилось. Там участвовали, наверняка участвовали наши жители, которые были подготовлены, наши депутаты. Захватили бы УВД, никто оттуда гражданских людей не выбил. Все было бы как в Донецке, как в Луганске, а дальше начали строить Новороссию здесь». На следующий день, 10 мая, в центре города был хаос. У Гурсовета взрывались боеприпасы, захваченные БМП, сепаратисты грабили магазины, милиции не было. Наш собеседник не видит в этом ничего удивительного. «Милиция была парализована. Фактически парализована она, естественно, и теми событиями на Майдане, и теми… Ну, это сложный вопрос. Во-вторых, как бы та милиция, которая пришла и долго была, она была все-таки заточена под мирную жизнь. Здесь совсем другой нужен менталитет, другой стержень». По данным следствия, штурм УВД 9 мая 2014 года организовала группа боевиков под руководством бандита по кличке «Мангуст». Тогда погибли 9 человек и около 50 были ранены. Вы смотрите «Неделю Мариуполя». Наши программы и сюжеты будут доступны на YouTube-канале общественного телевидения Донбасса, на сайте наших партнеров 0629, а также в эфире Донецкой областной телерадиокомпании. Сегодня мы говорим о событиях, которые изменили Мариуполь и мариупольцев о 9 мая 2014 года. Меня в гостях начальник полиции Мариуполя Николай Побойный. Здравствуйте. Вечерний. А также волонтер, общественный активист Дмитрий Чичера. Добрый вечер. И Николай Николаевич, к вам вопрос. Было совещание утром. Какие решения на нем принимались? По поводу чего было это совещание тогда в УВД? На тот момент, в период с 1 по 9 мая, именно в Мариупольском морском управлении, в комитете Валерия Николаевича, решались очень конструктивные и главные вопросы по сохранению порядка в городе Мариуполе. На тот момент формировалось, скажем так, боевое крыло для поддержания порядка в городе Мариуполе. Часть милиции, это в основном патрульная полиция, они были деморализованы, они не были готовы к охране общественного порядка. Это вырвалось в том, в ночь с 5 на 6 отказались выполнять приказы непосредственного начальника Валерия Николаевича Андрущука. Была подготовлена спецоперация, ну и тогда мы увидели о том, что милиция не готова выполнять те задачи, которые ставились. И именно на совещании мы не успели принять решение, поскольку буквально 9 числа к 10 часам только подъезжали руководители, и представители не только милиции, но и представители вооруженных сил Украины, представители Насгвардии. Также в этот день утром именно к нам с Черкас прибыл Богдан Возняк, это должен был возглавить патрульную полицию. С ним также приехало порядка 100 сотрудников из Черкас. Также накануне 8 мая к нам приземлился борт в аэропорту, это с представителями Днепропетровской области, представители территориальной обороны Днепр. Также с ними прибыли и представители вооруженных сил Украины. А на том соседании был Олег Ляшко, когда присутствовал. Просто вот версия по ту сторону, скажем так, баррикад, которую постоянно муссируют, и вот даже сейчас некоторые люди продолжают верить в то, что был дан приказ, уничтожать мирную демонстрацию. И вот они приводят якобы вот видео, на котором сидит Олег Ляшко, там покойный Саенко, Андрущук, и вот они там решают, и от Ляшко звучит такая фраза, что операцию проводим сегодня. Я понял ваш вопрос, но я хочу сказать, что это не соответствует действительности. Насколько это просто был фотомонтаж, не фотомонтаж, это специально, наверное, монтаж сделали, привручили к 9 мая, о том, что действительно был какой-то приказ, приказа не было. Я вам скажу чуть больше. С 6 на 7 была проведена спецоперация, и мариупольский исполком был освобожден практически. И с 7 утром уже милиция, мы спокойно заходили, всем утра в административное здание, и все, кто там находился, мы задерживали, и отвозили в Приморский райотдел милиции. Сейчас это уже отделение, а тут, тогда, на тот момент, это был Приморский райотдел милиции. И шел разговор о том, что должен приехать Ляшко 7 числа и водрузить знамя, украинский прапор на крыше Мариупольского городского совета. Вот и все. Вот и вся операция, о которой идет речь, не больше. Дмитрий, скажите, как вот люди вообще реагировали? Во-первых, откуда они черпали информацию, и как вообще реагировали на то, что происходит? Ну, прежде всего, соцсети. Я думаю, там уже к тому времени было очень много групп, прежде всего, там ВКонтакте, в Одноклассниках, которые тиражировали уже совсем другие ценности, и события до этого были в Одессе, которые также подогрели, как по мне, атмосферу, и все видели, что происходит и в Донецке, и в Славянске, и в Луганской области. И поэтому людей как-то постепенно настраивали, что, по сути, наверное, события, которые были у нас 9 мая, они, наверное, неизбежны. Поэтому люди в большей степени, наверное, были готовы некоторые к тому, что такое может быть у нас. А как для вас этот день проходил? Что вы тогда делаете? Для меня, ну, я как человек с фотоаппаратом, я 9 мая практически всегда посвящал фотосъемке мероприятий, связанных именно с Днем Победы, съемкой ветеранов. Но вот проезжая где-то в районе, наверное, городского сада, услышал, что уже были первые выстрелы в районе УВД, поэтому вот где-то там на пересечении улицы Апатова-Энгельса где-то там я остановил машину и начал пытаться снимать то, что происходило. Уже в тот момент, то есть когда я там уже появился, приехали первые подразделения ВСУ, то есть они выгружали с автобуса, то есть мне рекомендовали камеру убрать, потому что, то есть бликовало, и я там делал несколько видео и фото съемок именно только на планшет. Ну а дальше уже, когда события начали разворачиваться, уже подтянулись митингующие со стороны горы с полкома, то есть по улице Итальянских довольно большая толпа двигалась с мусорными баками в таком состоянии среднее уже такое алкогольного опьянения с ленточками, с флагами и вот они двигались туда и тогда полетели первые выстрелы и вот тогда первый раненый был, по крайней мере, в той части событий, где был я. То есть парень получил там ранение в живот, поэтому там его пришлось оттягивать водуы. А вот скорая есть дела, забирали вообще эти? Ну, скорая, то есть первое, что перевязали, я перевязал ему там, ну, рану, потому что сразу и не поняли, откуда прилетело, но не было времени там разбираться, анализировать, это дело экспертов. Обработали рану, как оказалось, у него не было никаких медицинских средств, но пластиковая бутылка самого она была, поэтому хоть куда-то оно пошло впрок. Но со скорами была действительно проблема и поэтому доставляли первых раненых своим транспортом. Дальше столкнулись с ситуацией, что БСМП, в принципе, наверное, не было готово к такому повороту событий, к таким видам ранений и к такому количеству раненых. И прежде всего они готовы были и персоналы, с точки зрения, наверное, медикаментов. Поэтому там пришлось дальше остальную часть дня помогать именно в медзаведении выгрузить, резать, колоть, отвозить в операционные. То есть на тот момент... Это уже какая-то группа людей? Вы не один это делали? Ну, я просто подключился к медикам, видя, что, допустим, те же медработники с трясущимися руками и я говорю, надо колоть. Я человек, который в армии служил и имел какие-то определенные навыки, что надо было, допустим, привезли парня, у него было пулевое ранение в ногу и открытый перелом ноги. То есть там он в большей степени от болевого шока мог там потерять сознание и надо первое было, что его обезболить. Соответственно, медикаментов нет. Тут же я шел в аптеку, которая находилась на территории, покупила, она колола, привезли других, там где-то разделили, разрезали одежду, повезли там в операционную и вниз. То есть такой процесс какое-то определенное время шел. Потом как-то пошло на спад и пошли легкие совсем ранения, там, грубо говоря, пуля отрикошетила и кусок асфальта там поцарапал, то есть очень были простые. Николай Николаевич, скажите, а в этот момент вот что происходило там внутри? был захвачен первые два этажа и вы находились на третьем, получается? Мы находились на третьем и время было 10 часов 10 минут. Мы находились в кабинетах Друщука, он только-только зашел, он общался с депутатами городского совета приемной, вернулся и как раз уже все к этому моменту прибыли, кто должен был прибыть на совещание. Буквально он не успел даже ничего, потому что мы слышали выстрелы с улицы, как раз окна выходили на фасад, мы выглянули в окно, увидели вооруженных людей в балаклавах в камуфляжной форме, которые стреляли на центральном входе здания. Сразу же связались с кабинетом Друщука с дежуркой, связь уже отсутствовала. Выбежали в коридор с кабинета, подбежали к двери, которая ведет со второго на третий этаж, основная, и слышали разговор о том, что те, которые пытались захватить, они уже переговорились по радиостанции, было уже слышно о том, что они, вот Валерий Николаевич озвучил, о том, что первый этаж наш, второй этаж наш. Как вам удалось вообще выбраться из здания? До этого слишком долго было времени, потому что я помню, что только в 13.40 покинуло административное здание, а до этого по дороге я успел забежать в свой кабинет, взять табельное оружие, пистолет, и уже подходя к двери, когда мы услышали вот эти вот фразы о том, что первый, второй этаж наш, и когда увидели на втором этаже, вправе между вторым и третьим этажем неизвестного по пояс с автоматом, оно было уже видно, я начал стрелять, подошел Демиденко, это как раз представитель территориальной обороны Днепр, который впоследствии погиб, у него был автомат, он открыл очередь и неизвестный скрылся. Потом Демиденко дал команду баррикадировать двери. Мы со всех кабинетов, которые были рядышком открыты, мебель использовали, сейфы, холодильники, в общем забаррикадировали эту дверь. То есть все, была суматоха, да, была суматоха, но каждый выполнял то, что нам говорилось. Мы забаррикадировали дверь, но впоследствии на третий этаж был еще один вход из дальнего коридора, из дальнего коридора по нам начали стрелять, с автоматического оружия. И вот у меня еще такой вопрос, это к вам обоим прозвучит, все, что происходило 9 мая именно в Мариуполе, вы как считаете, это было совпадение или это было запланировано именно 9 мая? Ну, я думаю, я со своей стороны, я не эксперт и мне сложно давать какие-то экспертные оценки, но я уверен в том, что это в любом случае была запланированная акция, потому что, ну, причем, как по мне, целью было, прежде всего, может даже не только захватить здание ОВД, а и максимально дестабилизировать ситуацию, потому что я больше чем уверен, что количество среди мирных жителей, специально делалось таким образом, чтобы потом поднять какую-то общественную волну по всей стране и показывать то, что милиция стреляла в мирных граждан, которые вышли на демонстрацию, большое количество жертв и тем самым выдвигать какие-то требования к смене власти. Николай Николаевич, как думаете, это спланировано все? Я поддерживаю свою коллегу о том, что действительно это была спланированная акция. Ну, во-первых, здесь не обошлось и без предательства, и те, кто нападал, они знали о том, что в административном здании очень мало сотрудников милиции на тот момент находится, потому что большая часть наших коллег находились на охране общественного порядка и сопровождали мирную демонстрацию в честь Дня Победы. Я напоминаю нашим зрителям у нас в гостях сегодня в студии общественного телевидения Донбасса были очевидцы событий 9 мая 2014 года волонтер Дмитрий Чичера, а также глава полиции Мариуполя Николай Побойный. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня в нашу студию. Спасибо, пожалуйста. Какой новый смысл после событий 2014 года приобретает дата 9 мая в нашем следующем сюжете? С детства мы привыкли 9 мая чествовать ветеранов участников Второй мировой войны. Но история не стоит на месте и с новыми событиями этот день обретает новый смысл. Сейчас Мариуполь называют форпостом Украины, но два года назад город переживал тяжелый период. Тогда вооруженные люди пытались захватить городское управление внутренних дел. Майор Василий Курпа один из тех полицейских тогда милиционеров, который не предал присягу. Я в это время находился в помещении дежурной части, услышал выстрелы, взял оружие, автомат калашника, который находился рядом и принял меры к обороне непосредственно как помещения дежурной части, так и прохода в Мариупольское гороуправление. Бояться было некогда, говорит майор, отмечая профессиональную подготовку нападавших. У первых атакующих, которые шли, подготовка была научилась. Мы знали, с какой стороны за автомат держаться. Давили огонь грамотно, распределяли себе сектора стрельбы, при этом не перекрывая друг другу сектора обстрела, поэтому работать было очень сложно. Трагические события 9 мая 2014 года стали переломным моментом для современного Мариуполя. Теперь этот день многие вспоминают не только как день победы над нацистскими захватчиками, но и как символ противостояния российской агрессии. Для нас, для мариупольцев именно 9 мая это уже двойной праздник. Ну, во-первых, это понятно, что это день победы, это каждый год праздновалось, это победа над фашизмом, а во-вторых, это у нас победа, вот в этой войне это был сделан первый шаг в Мариуполе. Эти события стали толчком к объединению проукраинского движения города, говорит блогер Ярослав Матюшин, что позволило отстоять Мариуполь и позже. Но все эти события в совокупности и 9 мая как кульминации, они дали толчок к тому, что у нас в принципе в городе на определенном этапе созрела такая консолидированная громада, да, то, что называется гражданским обществом в хорошем смысле этого слова. Вспоминая события двухлетней давности, общественный деятель Галина Однорок говорит, что для мариупольцев они и сейчас играют огромную роль. Ну, я думаю, что вот прошло как бы у нас два года сейчас, да, и настроения людей очень сильно изменились. И я думаю, даже большинство из тех, кто ходил на так званый референдум, голосовали, да, они сегодня живут в Мариуполе, самое главное, что в нашем, в украинском Мариуполе, и видят, какая разница сегодня между Донецком и между Мариуполем. Говоря о жертвах под мариупольским УВД, горожане не забывают и о ветеранах Второй мировой, помнят о победе над нацизмом. Ну, вы знаете, наш город, ну, как любое общество, он неоднороден. Поэтому для кого-то, кто продолжает истово верить, да, в украинских нацистов, это, ну, там, это мировая скорбь. Для патриотично настроенной части города это, ну, день освобождения. В принципе, для всех адекватных это, ну, день великой победы. Особым этот день остается и для мариупольских полицейских. Для сотрудников мариупольского отдела полиции, я думаю, однозначно, этот день изменил многое. При этом мы потеряли наших сослуживцев. Некоторые были ранены, ну, двоих мы потеряли, именно наших сослуживцев потеряли нас всегда. Не так давно на здании сгоревшего мариупольского УВД была установлена мемориальная доска с именами погибших в тот день, так же, как когда-то на этом же здании был установлен памятный знак в честь погибших в годы нацистской оккупации. Это неделя Мариуполя. Чтобы быть в курсе всех событий, которые происходят в городе, подписывайтесь на странички нашего проекта в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер и Фейсбук. А также подписывайтесь на YouTube-канал общественного телевидения Донбасса. Я напоминаю, сегодня мы говорим о 9 мая, о том, что эта дата значит в истории Украины и что эта дата изменила в жизни Мариуполя после того, как произошли трагические события 9 мая 2014 года. У меня в гостях историк, политолог, кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений и внешней политики Мариупольского государственного университета Сергей Пахоменко. Здравствуйте, Сергей. Произошедшее в Мариуполе, вот, собственно, чем мы закончили наш разговор с Николаем Побойным и Дмитрием Чичерой в 2014 году. Как вы считаете, это случайно? Вот случайное совпадение, что это было именно 9 мая все это ужасное и кровавое произошло в городе или нет? Нет, конечно, нет, конечно, здесь не может ни в коем случае идти речь о каком-то совпадении. Это спланированная несколько ступенчатая технология, технология под дестабилизацией ситуации в городе с последующей очевидной его оккупацией, как это случилось в некоторых других городах Донецкой области. Почему 9 мая? Не случайно эту войну, которая сейчас идет, давайте говорим откровенно, между Россией и Украиной называют гибридной, потому что она отличается от таких вот привычных нам по учебниках войн. Большую роль играет здесь пропагандистская информационная составляющая. Ведь какая идея, какая мысль раскручивалась российской пропагандой с момента событий на Майдане. То есть в Киеве и в Украине пришла к власть хунта, фашисты, которые жестоко искореняют все, что связано с победой, с героическим прошлым советского народа и так далее. И в эту как бы тему очень хорошо вписывалось 9 мая, потому что вот как еще красочнее представить злодеяния хунты, если не как на 9 мая, когда якобы они штукно расстреляли мирную демонстрацию или не давали праздновать и так далее. То есть к сожалению в России, а если будет точнее еще раньше в Советском Союзе 9 мая превратилась в такой совершенно извращенный культ победобесия, который вымыл всю действительно трагичность, память, нормальную адекватную человеческую память о той войне и превратился в шоу, которое к сожалению для нас обернулось новой войной. И по второй причине это тоже не случайно. Если вы помните, на 11 мая планировался так называемый референдум. И чтобы раскачать ситуацию, нужно было к этому референдуму какую-то провокацию совершить и обстроить ее таким образом, что мол, это преступление украинской военщины и так далее, и так далее, и так далее. И это, чтобы как раз через два дня народ разгоряченный всем этим, быстренько побежал и проголосовал за независимость ДНР, что, собственно говоря, как бы сначала нам, историкам и политологам было смешно до этих майских событий, когда это все в апреле в Донецке началось, потом это, конечно, было не смешно. Этот фарс, высосанный из пальца, какая-то виртуальная идея, республика оказалась такой, принесшей столько горя. И действительно, я знаю, ну, скажем так, многие адекватные, вроде бы люди передавали из уш в уш, в уш в уш в уста слухи о невероятном количестве погибших, Аля Шко, который приехал с карателями, и тем самым оправдывали свое участие в этом самом референду. Ну, это, да, это вот две причины такие, по которым, ну, конечно же, это было не случайно. Ну, российская пропаганда, как мне кажется, она вот начала действовать даже еще задолго до Майдана. И сама вот возведение, так скажем, в культ вот самой Георгиевской ленты, использование термина только фашизм, исключая нацизм, да, если это о Германии мы говорим. Откуда такое противопоставление причем всему, что в Украине происходит, вот украинскому государству и каким-то попыткам присоединиться к европейскому, к европейской традиции, вот празднование этой даты. Понимаете, вот это 9 мая, День Победы, к сожалению, наверное, для России, российского народа, наказался, по мнению власти путинского режима, единственным таким вот консолидирующим фактором, понимаете, консолидирующим общество. то есть настоящее является таким не очень определенным, будущее тоже. И поэтому искали героизм, вот то, что сплотит в прошлом. И тут далеко не нужно было ходить, скажем так, пиарщикам, политтехнологам современного путинского режима, ну, о Суркове, который считается, вот, скажем так, злым гением, автором вот этих всех пропагандистских технологий и самого идеологии, которая сейчас насаждается. То есть 9 мая стал такой скрепой, который консолидирует российское общество. А отсюда пошла георгиевская леточка, которую придумали пиарщики в 2005 году, которая, собственно говоря, не имеет отношения к истории, собственно говоря, Второй мировой войны. Это был, скорее, это был власовский знак тех войск, которые сражались на стороне Германии, наоборот. То есть, ну, и вот с инструментами пропагандистскими, технологическими, в условиях отсутствия какого-то альтернативного мнения, утверждалось такое вот величие современной России, утверждалось за счет извращенного, я еще раз повторяю, культивирования вот этой даты. Сейчас мы посмотрим нашу уже такую постоянную рубрику опрос на улицах Мариуполя. Наши журналисты вышли на улицы города и узнали у жителей, вот что сейчас для них означает 9 мая и что 9 мая 2014 года изменило в их жизни. Скажите, а вы помните, что происходило 9 мая 2014 года здесь в городе? Вы знаете, плохо, но знают, что стреляли, вот, потому что мои родственники и шли в этот милицию, где дом милиции, оттуда начали стрелять. Вот это что-то изменило эта дата в сознании людей? Ну как, если это день победы был, конечно, а если это, это не очень плохо, что так поступили. Я сама ходила на митинги, но ни у кого оружия не было. Дали нам такие, что мы просили там всем отношения с Россией, работу дать, потому что закрыли сразу сколько тысяч. Ничего не изменило, еще хуже стало. Ну, если честно, 9 мая это уже наша история, а вот те войны, которые сейчас гибнут, за них обидно. Не то, что НТВ российская показывают, не то. И вот это мне не понятно, что это, никак не разберутся, кто нужно разобраться, как, кто бросали бутылки, кто, тот пацан или тот пацан, когда все горело вокруг, кто поджег конкретно. 2014-го, конечно, помню, в этот момент были в городе, это был страх, ужас, люди бежали, боялись, что происходит, непонятно было. А что изменило этот день в вашем сознании? В вашем сознании изменило то, что в наше мирное время бывают такие события, как и тогда, как и давно. В студии общественного телевидения Донбасса в программе «Неделя Мариуполя» говорим с историком и политологом Сергеем Пахоменко о событиях 9 мая 2014-го года в Мариуполе и о том, как воспринимается вообще День Победы и изменения в праздновании. Вот в чем смысл нового формата для Украины празднования 9 и 8 мая? Почему День Памяти и Примирения? Почему так? Ну, дело в том, что когда сейчас идет новая война, которая многих затрагивает, гораздо сильнее, чем так, что было 71 год назад, извините меня, праздновать эту дату по старым шаблонам, тем самым солидаризуясь с агрессором, ну, это нелепо, понимаете? Мы идем, украинское государство идет к более такому, ну, адекватному пониманию этого дня. да, это героизм советских, тогда советских солдат, советской армии, но это и трагедия, и трагедия множества жертв, невинных, мирного населения, множество воинов, которые просто были брошены в мясорубку войны ради какого-то успеха военного достаточно, может быть, не оправданного такой ценой. То есть, мы приближаемся к европейскому формату, когда у нас 8-е ваня, день памяти и примирения, потому что в мире празднуют 8-е мая, капитуляция была подписана 8-е мая, а 9-е мая у нас день памяти, день победы над нацизмом во второй мировой войне. Это не столько праздник, сколько повод подумать о том, как сделать и как себя вести, чтобы это не повторилось вновь. Если говорить лично обо мне, то, может быть, я хочу сказать жесткие вещи, которые многие мариупольцы не согласны, но мне кажется, что благоговеть и праздновать тот день и ту дату, прикрываясь, которой к нам пришла современная война, мне кажется, это нельзя. А вот еще почему такая вот разница 8-е, 9-е мая? И вот это вот по поводу капитуляции. подписания. Я вам хочу, если такая историческая справка. Дело в том, что, мало кто об этом говорят, капитуляция Германии была подписана два раза. Первый раз ее подписали 7-го мая во французском городе Реймсе. Первый раз подписали. в этом документе говорилось о том, что капитуляция вступает в действие с 8-го мая. Поэтому считается, что 8-е мая день победы. Но по требованию Сталина было еще дублирование подписания этого капитуляции непосредственно в Берлине. Сталин требовал особой сатисфакции, поскольку Советский Союз часто в одиночку вынес все тяготы войны. Вот и 8-го мая была подписана второй раз капитуляция в Германии, но в 22-е с чем-то по Берлину и уже в Советском Союзе по нашему часовому поясу наступило 9-е. Это исторический и временной казус. А потом за это зацепились, потом через некоторое время, если вы знаете, началась холодная война, то есть противостояние с бывшими союзниками, и чтобы подчеркнуть наши отличия с ними, собственно говоря, делался упор именно на 9-е мая, и 9-е мая объявили Днем Победы и Праздникам X, в отличие от Европы, где 8-е мая, и от США. И, кстати, при Сталине только с 45-го по 48-й считался это праздниче дней. С 48-го года День Победы вообще не праздновался и был рабочим днем. До 65-го года, насколько я знаю. А почему тоже такое решение? Почему? Во-первых... Чтобы больше работали люди. Не-не-не-не-не. Дело в том, что вы понимаете, в отличие от сегодняшних людей, которые кричат о Дне Победы и деды воевали, которые, в общем-то, по книжкам и пафосным фильмам знают о войне, тогдашние ветераны, которые пришли с фронта без ног, без рук, инвалиды и так далее. Для них это не была победа. Для них это была победа, но не радостный день, потому что их настоящее было достаточно сложным. Вы знаете такой факт, что инвалидов, которые портили, скажем так, внешний вид городов, Сталин приказал вывести на Соловки. И вот поэтому не считалось это праздничным днем, потому что люди видели, что многое очень... Это трагедия. Кроме того, тогда была идея Великой Октябрьской революции, которая была более пропагандистски раскручена. А в 65-м году решили это все. Я напоминаю, сегодня мы в студии говорим о том, что означает 9 мая. Для мариупольцев с нами в студии был Сергей Пархоменко, политолог, историк. Благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Очевидцев Второй мировой войны осталось совсем мало и после пережитого тогда они не ожидали, что им опять придется прятаться в подвалы от бомбежек. Наши журналисты пообщались с жительницей Мариуполя, которая не только пережила Вторую мировую войну, но также пережила обстрелы градами на Восточном и стала переселенкой. Предлагаю вам посмотреть сюжет. Люди, пережившие Вторую мировую войну, надеялись провести остаток жизни в мире и спокойствии. Правда, спустя 70 лет в их дома снова постучалась война. За свои 88 лет Вера Камарь видела Вторую мировую войну и российскую агрессию. Она ощутила все сложности быта переселенцев и пережила обстрел Восточного. Вторая мировая война пришла в Красногоровку, когда Вере Алексеевне было 12 лет. Пятый класс она закончить не успела. И вдруг в 4 часа утра застукали у векна кулаком, а я за тарабану она дыхала и он кричит «Война!» В 4 часа началась точно как у песни. Киев бомбили, нам объявили, ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Война началась из бомбежек. Жизнь в городе в военные годы была трудной. Мужчин мобилизовали, кахоз, эвакуировали, еды почти не было. Жизнь начинается трудной. Но в селе можно выжить, мы же город убрали. В сентябрь? А город погибает. Везет деток, батьков забрали, а деток тоже вдвое, трое, четверо у тачки десь понаходили и едут по селу, текают до родни в городе. Сразу же хлеба не стало, деток ничем кормить. А мобилизовали всех на фронте. Через Красногоровку проходили и итальянцы, и румыны. Последними пришли немцы, которые остались там на три года. Немцы, конечно, чистоплотные. Немцы, армия подготовлена, вся на машинах. Вот так, как у нас сейчас солдаты едут. На машинах, брезентам. Пеших не было. Мотоцикловых, машины вот эти большие. Ага. Но они нас не трогали. Она сравнивает ту войну с нынешними событиями. Говорит, что сейчас выжить легче. Вот сейчас война идет, или нет войны, это дает гуманитарки, людям спасает. А тогда не было нигде ничего. Ничего, абсолютно. Выживай, как хочешь. Багато деток помирало. У нас до нет 25 километров, а это его же везут, транспорта нет. В тачке везут солнце, и водички нет, и хлеба нет. Они заезжают в село, просится переночевать. Ну, кого что есть, давали есть. В этом конфликте Красногоровка больше пострадала от обстрелов, чем во время Второй мировой войны. Обстрел в 2014 году пожилых женщин забыть трудно. Тра-та-та, бьют, кури кричат. Все, я вискочила з хати за дверь, побігла, я одна живу. Жила, чей живу. Я побігла за дверь, коли сусідка молода, там Поліна, ну, замужня, но молода. Тетя Вера, давайте в погріб скоріше. Понабивались в погрібі, поховались, ну, нікого не вбило, ніде нічого. Ото постріляли і в забори, і кругом стріляли градами ціна. Ну, вообще-то постріляли в Красного року багато в ту ніч були, асіж, денеро цінує. После этого случая дочь забрала її в Мариуполь. Здесь покойная життя длилась недолго. В январі 2015-го года боевики обстріляли микрорайон Восточний. Хто знає, чим кончиться, ніхто не знає. І че воно кончиться, воно на місці все, пах-вах, постріляли. Вікторія Савицка, Екатерина Ковальчук, Общественное ТВ Донбасса. В прошлом году Украина начала новую традицию празднования 8-го и 9-го мая в духе памяти и примирения. В эти дни Мариуполь будет вспоминать погибших во Второй мировой войне, а также во время кровавых событий 2014-го года. Следите вместе с командой Общественного телевидения Донбасса за тем, что будет происходить в городе 9-го мая, а также, что будет происходить во всей области. Это была программа «Неделя Мариуполя», чтобы оставаться в курсе всех событий, которые происходят в нашем городе. Подписывайтесь на YouTube-канал Общественного телевидения Донбасса, а также страницы нашего проекта в социальных сетях. С вами была Юлия Диденко. Мирного вам неба и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова